Дерь Спильгель, Германия, схватка за Сирию Доминик Петерс, ранее Салум Дерь Спильгель, Германия 10 октября 2019 года Почти треть территории Сирии до недавнего времени находилась под контролем так называемых Сирийских Демократических Сил, СДС, получающих поддержку со стороны США И пусть это была малозаселенная территория на северо-востоке страны, именно там находятся нефтяные запасы, надо признать, что небольшие, а также обширные плодородные земли Эта территория – житница охваченной гражданской войной страны Именно те силы, которые контролируют этот регион, имеют решающее слово в переговорах о будущем Сирии Однако президент США Дональд Трамп собирается полностью вывести свои войска из этого региона Причем меньше года назад он уже сократил их вдвое, до всего тысячи солдат А без их помощи и СДС будут не в состоянии удержать эту территорию под контролем Присутствие американских спецназовцев на сирийско-турецкой границе до сих пор было главным фактором, мешавшим вторжению партнера США по НАТО Восточнее и ФРАТО Теперь начало этой операции, похоже, лишь вопрос времени Таким образом, в ближайшее время грозит развернуться новая схватка за северо-восток Сирии Вообще-то эта схватка уже давно началась После того, как СДС пришлось перебросить своих бойцов на сирийско-турецкую границу, в Раке, на юге контролируемой ими территории, вновь начались столкновения Вот силы, участвующие в сирийском конфликте и преследующие собственные интересы Исламское государство, ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в РФ, примечания редакторов, боевики так называемого Исламского государства, ИГИЛ В ночь на среду атаковали блокпост СДС в окрестностях Раке Причем именно Рака считалась негласной столицей ИГИЛ до 2017 года, когда СДС в кровопролитных боях и при поддержке возглавляемой США коалиции смогли взять город под свой контроль ИГИЛ по-прежнему остается самой богатой террористической организацией в мире, имея, предположительно, 300 миллионов долларов В одной лишь Сирии насчитывается несколько тысяч боевиков ИГИЛ, пребывающих в подполье Турции вторжение турецких войск началось в среду Президент Решдеп Таип Эрдоган преследует при этом сразу три цели Во-первых, он хочет надолго подавить рабочую партию Курдистана, РПК, которую считает еще более опасной для себя, чем ИГИЛ Эрдоган собирается создать вдоль границы с Сирией буферную зону, откуда предполагается изгнать находящихся там сирийцев Многие из которых представляют этнические и религиозные меньшинства Их место должны занять около миллиона сирийских беженцев, проживающих сейчас в Турции Во-вторых, Эрдоган хочет избавиться от счастья беженцев В Турции недавно имели место беспорядки, вызванные недовольством граждан страны с сирийцами Ни одна другая страна мира не приняла у себя такого большого количества беженцев В-третьих, Эрдоган надеется получить еще больше влияния на будущее Сирии Москва, Тегеран и Дамаск на протяжении долгого времени вообще не воспринимали Эрдогана всерьез Но с тех пор, как он начал постепенную оккупацию сирийской территории, становится все более очевидно, что его следует включить в число участников переговоров Россия и Иран для сирийского президента Башара Асада и его союзников Россия и Ирана Вывод США означает новый шанс Потому что теперь у СДС не будет иного выбора, кроме как согласиться на переговоры Асад отказывается предоставить СДС региональную автономию, что является их главным требованием Можно предположить, что свою защиту у СДС предложит не Дамаск, а Москва В таком случае кремлевские стратеги могли бы продемонстрировать свою надежность в качестве партнера Кстати, глава МИД России Сергей Лавров уже в среду высказался в пользу переговоров между Асадом и СДС по поводу судьбы северо-восточных регионов Сирии Израиль за развитием ситуации внимательно наблюдает Израиль Там растет беспокойство по поводу того, что Асад и его союзники в среднесрочной перспективе вновь могут получить северо-восток Сирии под свой контроль Именно там проложены скоростные автомагистрали, соединяющие Сирию с Ираком и Ираном Этот коридор имеет чрезвычайно важные значения для Ирана, реализующего геостратегический проект по созданию шиитского полумесяца Таким образом, Иран может получить возможность укрепить собственные позиции в Сирии и оказывать большую поддержку своим союзникам, Ливану и шиитской организации Хизбалла И Сирия, и Ливан граничат с Израилем Тем самым теневая война между злейшими врагами, Ираном и Израилем, может обостриться Урок, который извлечет из этого Израиль, прост, написал по этому поводу в Твиттер Нафтали Беннет До прошлого года входивший в состав Израильского кабинета безопасности Еврейское государство больше никогда не отдаст свою судьбу на откуп другим, в том числе и США, нашему большому другу Пока не совсем ясно, что Трамп планирует в отношении американской базы АТАНФ, расположенной за пределами контролируемой СДС территории, вдоль другого шоссе, соединяющего Иран и Ирак с Сирией Если Трамп сдаст этот участок, то в Израиле беспокойство вырастет еще многократно Европейский союз не меньше причин для беспокойства есть у стран ЕС В Великобритании и Франции отправили небольшие силы спецназа на северо-восток Сирии, которые участвуют в борьбе против ИГИЛ Однако без помощи США они вряд ли смогут сохранить боеспособность США пытались настаивать на более активном участии европейцев в военном урегулировании ситуации в Сирии, но безуспешно Впрочем, те активно участвуют в политическом процессе Германия, к примеру, наотрез отказалась поддержать любую наземную операцию, но является одним из главных спонсоров северо-востока Сирии Перспективы финансируемых Западом крупных проектов по разминированию территорий, подготовке полицейских сил, восстановления электро- и водоснабжения этих территорий пока остаются неясными Сирийское население главными проигравшими в сложившейся ситуации будут, по оценкам гуманитарных организаций, миллион с лишним сирийских мирных граждан, проживающих на северо-востоке страны Их точное число неизвестно, лишь в этом году несколько десятков тысяч беженцев вернулись в Ракуиде и Резор Число внутренних перемещенных лиц оценивается в несколько сотен тысяч Если бои за этот регион разгорятся с новой силой, число беженцев вновь вырастет Сколько мирных жителей уже пали жертвами войны на северо-востоке, также неизвестно В одной лишь Раке во время пятимесячной осады города в 2017 году, предположительно, погибли не менее 1,6 тысяч гражданских лиц Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ 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 СМИ